Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В 2019 году я еще не записывала видео, поэтому добро пожаловать в Новый год! А если наступает Новый год, то по правилам всегда входят новые законы, поэтому мы сегодня поговорим о нововведениях на территории Польши, как для иностранцев, так и для жителей Польши. И развею, может быть, некоторые сомнения по поводу некоторых законов, поэтому будет ожидание реальность законов на территории Польши в 2019 году. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Начну я, наверное, с самых банальных законов, которые вступили в 2019 году. Это запрет на торговлю по воскресеньям. Теперь воскресенье можно будет скупиться в последнюю неделю месяца, а уже с 2020 года запрет на торговлю в выходной день, то есть воскресенье, будет вообще запрещен, то есть по воскресеньям будут магазины все закрыты. Единственное, что всегда открыта жабка. Также, что касается ЖД вокзалов, автовокзалов, заправок, то они работают по воскресеньям, поэтому, в принципе, можно скупляться. Ну, а также еще склепы монополовые, то есть это магазины с алкоголем, которые тоже открыты иногда по воскресеньям. Следующий закон касается карты души родины. Я думаю, что многие из вас слышали об этой карте. Если нет, то я вам советую ее открыть, особенно тем родителям, это, точнее, касается даже тех семей, у которых больше трех детей. Эта карта вам позволяет сэкономить в очень многих организациях. Этих организаций около пяти тысяч, если я не ошибаюсь. То есть на сайте официальной карты души родины можно посмотреть, к каким организациям относится эта карта. Вы также имеете право получать скидки в супермаркетах, такие как, например, Кэрфур, Лидл. И скупляться там дешевле намного. Также вы можете бесплатно посещать национальные музеи, получать скидки на проездные, то есть на железнодорожные билеты, на билеты с автобусами. Поэтому, если вы еще не оформили эту карту, а у вас больше трех детей, то советую вам приобрести такую карту. Я оставлю ссылку в инфобоксе, где вы можете прочитать более детально о карте души родины и узнать, какие нужны документы, а также какой нужен пакет документов для оформления такой карты. Законы также коснулись минимальной заработной платы, как месячной, так и почасовой. Что касается месячной заработной платы, она сейчас выносит минимум 2 250 злотых брута. Что же касается часовой оплаты, это 14 70 злотых брута. Хочу вас также предупредить, если же вы оформили помощь 500+, то в связи с тем, что изменились минимальные заработные платы, оформление 500+, тоже изменится, но изменения и нововведения в этом законе, они будут предусмотрены к концу первого квартала 2019 года. Поэтому, как только мы будем знать уже полностью о всех изменениях, касающих 500+, то я обязательно для вас сниму либо видео, либо же напишу об этом в инстаграме. Так что, если вы еще не подписаны на мой инстаграм, подписывайтесь обязательно. Я очень часто напишу для вас посты, очень полезные, которых не раскрываю в видео. Следующий закон, который коснулся также, это налогообложение. Все вы помните, и недавно я тоже написала пост в инстаграме о ПИТах. До конца января работодатель подает в налоговую службу отчеты по налогам каждого работника, который работал легально, и уже с февраля до конца апреля месяца вы должны будете сдать декларации о своих доходах. Новый закон 2019 года гласит о том, что налоговая служба будет делать это за вас, то есть они будут сами составлять эту декларацию. Единственное, что для вас нужно будет сделать, это с февраля по апрель месяц войти в систему ЕПИТ и подтвердить декларацию. То есть, если налоговая служба оформила все правильно в связи с вашими ПИТ-11, декларацию ПИТ-37, то вы им просто подтверждаете, и после этого в течение 45 дней вы получаете деньги на банковский счет. Если же вы считаете, что в вашем ПИТ-37 есть какие-то ошибки, либо же, ну не знаю, например, вы пользуетесь какими-то льготами, которые не указаны было в декларации ПИТ-37, то вы можете сделать изменения. Также этот закон подразумевает то, что вы можете вообще отказаться от того, что налоговая служба делала за вас декларацию, вы можете тоже отказаться от этого, как я вам сказала, и подавать ее в обычной форме, как и раньше, в бумажной, то есть, заполняя все документы и приходя в налоговую уже инспекцию по месту вашего проживания и подавать там ПИТ. Но об этом я, если хотите, могу снять вообще отдельное видео, но думаю, в принципе, сама ситуация не будет меняться, только единственное, что меняется, что налоговая служба заполняет декларации за вас. Если вы не смотрели мои видео, то я вас возвращаю в, не знаю, наверное, на 2016-2017 год или 2018 год. Я каждый год снимаю про налогообложения для работников, которые работают на территории Польши. Поэтому посмотрите мои старые видео, и возможно у вас прояснится ситуация вообще, что это такое, кто должен заполнять, и куда это отправляется. Но если же нет, и у вас будут пожелания, чтобы я сняла отдельное по этому поводу видео, то оставляйте комментарии, и я буду понимать, что нужно будет сделать новое видео по поводу ПИТов. С 2019 года правительство хочет еще больше помочь предпринимателям, поэтому с 2019 года приходит такой так званный маленький ЗУС, либо минимальный ЗУС для предпринимателей. Использовать данный льготный такой ЗУС смогут предприниматели, чей годовой доход не превышает 30 раз минимального вознаграждения. То есть в 2018 году было это 63 тысячи. Как правило, это коснется предпринимателей микробизнеса, либо же для предпринимателей, которые находятся на самом старте. Если же вы не знаете, попадает ли ваша деятельность под льготный ЗУС, то я вам советую просто навсего обратиться к вашему бухгалтеру и проконсультироваться по этому поводу. По поводу освещений, которые будут действовать в течение 18 месяцев и вы сможете работать год, не выдумывайте сейчас. Я знаю, что очень много было шумовихий по этому поводу, что можно будет на освещении работать год, 12 месяцев в течение 18 месяцев. Но, к сожалению, данный закон должен был войти еще в 2018 году на 4 квартал. Этого не произошло, так как многие чиновники не поддержали данный закон и посчитали его не очень выгодным для Польши. Поэтому на данный момент данный закон есть завершенный. То есть он летает еще в воздухе, никто его еще до конца не принял, не принял какого-то ответа. Поэтому на данный момент, если у вас есть возможность, то приезжайте по обычным приглашениям, либо же делайте просто себе воевудские зазволения и приезжайте работать. Так как ждать этого закона нет на данный момент смысла. И я тоже еще не вижу, что он там продвигается, либо будут какие-то положительные ответы. То есть на данный момент все действует в рамках такого же закона, как и раньше. То есть на основании биометрического паспорта вы можете работать 90 дней без визы, после чего вы должны вернуться к себе домой и сделать визу на оставшиеся 90 дней, либо же в течение 90 дней подать на карту побыта, получить печать, и после этого вам также смогут сделать на оставшиеся 90 дней ошвечения, чтобы работать. Либо же приехать по рабочей визе, как всегда стандартное приглашение сделать, и 180 дней из 365 дней работать по рабочей визе D. Следующий закон, наверное, вы тоже помните, еще в 2018 году хотели его ввести, но почему-то он тоже остановил свое действие, точнее он даже еще не начал свое действие, и его как-то затормозили о том, что если вы пребываете 4 года на должности, которая очень востребованная здесь, на территории Польши, то вы имеете право подавать документы на сталый побыт. На данный момент этот закон еще тоже в процессе разработки, и скажу вам так, что те люди, которые уже находятся на такой должности, которая востребована на территории Польши больше 4 лет, то я думаю, что закон будет предусматривать только для новых людей, то есть если только с момента вступления данного закона будет считаться 4 года, а не для тех, которые уже здесь находятся больше 4 лет. Еще тоже не знаю всех нюансов по этому поводу закона, ждем окончательного результата, и обязательно вы об этом узнаете, если что-то изменится. Что же касается еще закона теста рынка труда, то власти собираются вообще отменить данный документ для тех людей, которые работают на умове образца больше 3 месяцев, и которые собираются оставаться здесь надольше, то есть подаются на карту побыта, делают зазволения для них работодатели, то такие иностранцы не нуждаются в документе, то есть не нуждаются в тесте рынка труда. То есть опения старосты вам уже не будет нужна. Ну и следующий закон – это по поводу больничных листов L4. Теперь вам не нужно будет брать от врача больничный лист и доставлять его в течение 7 дней к работодателю. Теперь все больничные листы в электронной форме отправляются сразу к вашему работодателю. То есть вы когда заболели, вы приходите к своему врачу, говорите НИП фирмы, и он автоматически уже, врач, отправляет этот электронный лист, точнее больничный лист вашему работодателю. И через пару дней ваш работодатель уже видит о том, что вы находитесь на больничном. Вы даже можете ему ничего не говорить, своему работодателю это уже будет просто видно в системе. И теперь также будет новый закон по поводу больничных рецептов. То есть на сайте пациент.gov.pl вы можете просмотреть всю историю вашу. И также по электронным рецептам вы сможете покупать лекарства в любой аптеке. Это предусмотрено для того, чтобы можно было разобрать вообще, что написано в рецепте, потому что иногда вы знаете, как врачи пишут лекарства, что даже в аптеке человек не может прочитать его. Также это предусмотрено для того, чтобы рецепты были с печатью, потому что часто бывает так же, что врач просто забывает поставить печать на рецепте, и вы не можете тогда купить лекарства. Ну и, в конце концов, с пропажи лекарств некоторых по данным рецептам. То есть, можно будет уже отслеживать, где какой рецепт куплен. Кроме того, можно будет проверить, купили ли люди старшего возраста то лекарство, которое прописал им врач. Это, в принципе, и все законы, которые касаются 2019 года, точнее, начала 2019 года. Я не буду удивляться, не буду вам твердить, что это все законы, которые предусмотрены государством. Конечно же, нет, это и только начало 2019 года, поэтому посмотрим, что будет дальше. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока!